Расстрелял бы его гада. Правильно, к стенке надо было. Вот и все. Судить его будут. А для чего тут судить? Будто и так не ясно. Судят не для чего, а потому что. А они с нашими не церемонятся, между прочим. Мы с тобой, Лужков, в государстве живем, а они в банде. Вот вся разница. Понял? Привет всем. Снова оживилась и идет накачка темы про защитные ордеры. Это такой механизм, который хорошо известен на Западе и считается типа средством по борьбе с домашним насилием. Я уже писал статью с небольшим обзором по этому механизму, что про него известно на сегодняшний день в тех странах, где он давно применяется. Сошлюсь на нее в описании видео. А здесь проговорю некоторые базовые вещи. Я нашел одну видеоблогершу, которая на русском языке говорила по теме ордеров, так как является иммигранткой и живет в другой стране. И очень хотел сделать это видео в формате диалога или интервью. Вменяемый интересный оппонент – это очень полезно. Это позволяет на самом деле вырабатывать какие-то новые мысли, идеи, критически относиться к тому, что уже существует и так далее. Но, к сожалению, не сложилось. Не сложилось потому, что видеоблогерша уперлась в то, что у меня закрыто лицо. Но тут я могу только развести руками. Я очень рад за наших дорогих женщин, что они могут позволить себе с открытым лицом разговаривать про свои больные темы, и ничего им за это не будет, кроме некоторых комментариев. Мужское движение, по крайней мере, рядовые представители не могут себе позволить такой роскоши. И это не говорит о том, что женщины смелые. Это просто говорит о том, что они дуют в одну сторону с государством, с глобальной политикой. Хотя, конечно, женщины, у которых есть сыновья, как в данном случае, могли бы несколько глубже смотреть на вещи. Но да ладно. Я свою руку протянул, и поскольку со мной общались корректно, оставляю за второй стороной право протянуть руку мне навстречу. Но следующий ход будет на ее стороне. Я дважды не предлагаю. Наталья Радулова и еще ряд блогеров активно накручивают тему, догоняют истерию, публикуют фотографии, страшные истории избитых насмерть женщин и так далее. Я не знаю, из каких соображений они это делают. Им платят или у них, что называется, хобби такое. Важно то, что идет накачка. Работают с общественным мнением, давят, ищут точки, проверяют обратную реакцию, скорее всего. То есть, в общем, эту штуку взвешивают, думают, как ее реализовать. Видимо, есть крупные заинтересованные силы. Как обычно, в чем их сверхзадача? Никто не говорит, и нам об этом можно только догадываться. Есть несколько идей, конечно. Но для отдельного человека это не так важно. Для отдельного человека важно понимать, чем это светит лично ему и его близким, его окружению. В чем суть механизма защитного ордера? Когда про него говорят по телевизору, то скажут только, что это супер вещь, которая позволяет резко уменьшить количество эксцессов с домашним насилием, спасти сотни тысяч избиваемых женщин. И все. Даже в блогах вменяемые люди логично замечают, что вообще-то все законы, которые защищают людей от того, чтобы их не избивали и не убивали, они уже присутствуют в Уголовном кодексе. Есть все статьи. И статьи, защищающие жизнь человека, и статьи, защищающие здоровье. Ну, с психологическим насилием отдельный случай, я про него чуть позже скажу. И задают логичный вопрос. Зачем нужно что-то еще, какие-то дополнительные статьи, когда все механизмы и так есть. Просто полиция их, мягко говоря, не всегда применяет. Тут сразу в скобках надо сказать. А иногда применяют там, где применять их в общем не надо. Так что полиция как бы действует в обе стороны. И ответов тут два. Первая часть ответа такая, что нужно усилить ответственность. И предлагают какие-то космические там сроки и так далее. И то, что предложения эти по сути свои иррациональные, хорошо видны в сравнении. Там, например, предлагают там чуть ли не за нанесение побоев. Но если это не посторонний человек, а там супруга, давать там по 15 лет лишения свободы. При этом люди логично замечают, что, например, там цапог, который ответственен за там несколько жизней людей, там в общей сложности отсидел что-то лет 7. И то ли уже вышел, то ли вот-вот выйдет. А вторая часть, и это гораздо важнее, это тот факт, что эти реформаторы мечтают сделать механизм по борьбе типа с домашним насилием, который будет лежать вне суда и вне судебной системы. То есть, по сути, представляет собой механизм вне судебной расправы. Проблема в том, что любому, ну, более-менее здравомыслящему человеку очевидно, что механизм вне судебной расправы это как минимум обоюдоострое лезвие, или палка о двух концах, или и щит и меч. И предлагая такие меры, всегда нужно понимать, что они могут быть использованы как во благо, так и во вред. Причем, чем более эффективно орудие, тем больше вероятность, что его будут использовать во вред. Есть причина, почему, например, гранаты запрещены к свободному обороту. Хотя в нужный момент граната очень полезная вещь. И, между прочим, могла бы быть отличным способом борьбы с домашним насилием. Выдергивается чека, забрасывается на кухню к ненавистному супругу и закрывается дверь. Тем не менее, гранаты не продаются, по крайней мере, свободно. Или там, например, хорошо было бы, чтобы завтра утром издали закон, что если вам очень-очень нужно, то вы можете застрелить любого плохого человека. Хороший закон, добрый, конечно, хороший. Но любой человек старше, там, 5 лет, должен сразу подумать, а не может ли этот закон быть как-то развернут против него? Или против людей, которые, в общем, плохими не являются? Или этот вопрос весьма спорный? И что люди с эмпатией? Что люди, которые умеют поставить себя на чужое место? Что люди, которые знают, что такое моральный императив Канта? Что люди, которые знают, что такое золотое правило? И даже просто люди с хорошо развитой логикой. Все усомнятся в том, что это хорошая идея. Потому что шансы таковы, что вреда такой закон принесет гораздо больше, чем пользы. Так что мы имеем по совокупности в западных странах, что касается ограничительных ордеров? Ну, во-первых, хоть они и называются судебными ордерами, к суду они никакого почти отношения не имеют. Это бумажка, которая выдается судом, ну или кем-то из чиновников суда, но при этом не требует никакого рассмотрения в судебном порядке. То есть приходит человек, пишет заявление, что мне нужен защитный ордер, называет какие-то причины. У этого человека не требует никаких доказательств или обоснований, что то, что он говорит, на самом деле правда. Причем список так называемого насилия на сегодняшний день необычайно расширен. Даже вот та блогерша, про которую я упоминал, активно оперирует термином психологическое насилие. Я, честно говоря, каждый раз, когда слышу слово психологическое насилие, мне хочется то ли плакать, то ли смеяться, потому что если оценить на глаз количество психологического насилия, которое применяют мужчины к женщинам и женщины к мужчинам, то я думаю, что женщины будут многократно превышать все, что сделали мужчины. То есть за психологическое насилие можно сажать женщину, вот идущую мимо по улице, потому что у нее точно было в истории. Любую школьницу, которая школу закончила, можно сажать сразу лет на 10. Так вот, дальше есть вариации, но в общем случае обвиненному человеку выписывается судебное предписание, нечто вроде судебного приказа, которое запрещает ему, например, находиться в доме или приближаться на определенное расстояние, или контактировать любым образом, очно и заочно, в том числе через переписку. То есть мужчина, например, уходит на работу, на работу к нему приезжает пристав или полицейский, вручает ему бумагу, в которой сказано, что ему запрещено возвращаться в свой дом. На следующие там, х недель. И в зависимости от страны или штата, на определенную дату назначается слушание. То есть его вызовут в суд, где будет какое-то рассмотрение. То есть никаких официальных обвинений, никаких арестов с оформлением, никаких доказательств, никаких свидетелей. Человеку могут даже не назвать, кто конкретно и за что конкретно на него накатал бумагу. Хороший ли это механизм для защиты от домашнего насилия? Наверное, хороший. Я, правда, не уверен, что у мужчин есть столько же возможностей для того, чтобы им пользоваться, сколько у женщин. Про это можете посмотреть в том самом фильме «Красная таблетка» с 1.05 по 1.22. Проблема в том, что даже по осторожным официальным оценкам, мягко говоря, более половины всех судебных ордеров выписывается без должной на то причины. И в условиях сложного материального положения, а оно сейчас во всем мире сложное, такой внесудебный механизм дает потрясающую дубину в руки тому, кто хочет, например, просто выселить вас из вашего собственного дома. Не важно, что человек собственник или совместный собственник дома, ему просто будет запрещено туда приходить. При этом все обязанности по оплате кредитов и платежей на этом человеке останутся, и это будет предписано судом. В некоторых странах, правда, потом по суду же будет приказано продать дом и разделить. Причем, сами понимаете, делить его будут непропорционально заработку, непропорционально вложенным в него средствам. А потом человек приходит в суд, и случается такая вот магия. Все слышали стандартную фразу «Если у вас нет адвоката, он будет предоставлен вам бесплатно». Так вот, дело о защитном ордере является гражданским делом, а не уголовным. Поэтому никто не обязан предоставлять адвоката. Обвиненной стороне, конечно. Обвиняющая сторона находится в тяжелой травмирующей ситуации, поэтому существует масса государственных и окологосударственных агентств, которые предлагают либо совершенно бесплатные адвокатские услуги, либо за символическую или отсроченную плату, которая все равно потом в итоге будет взыскана с ответчика, так или иначе. А последствия в таких делах очень серьезные, поэтому человеку нужно немедленно раскошеливаться на адвоката, который стоит там по 250 долларов в час и больше. Во-вторых, по факту не действует презумпция невиновности. То есть на полном серьезе в суде от человека, который даже не знает точно, в чем его обвиняют конкретно, могут потребовать объяснений и оправдания за какие-то его предположительно плохие действия. И даже если человеку удается доказать, например, при помощи алиби, что он никак не мог быть виновен в том, в чем его обвиняют. Во-первых, этот инцидент остается в его криминальной истории, которая может повлиять и на прием на работу, и на выдачу банковского кредита, и на рассмотрение дела о разделе детей и разводе, причем в некоторых странах пожизненно. Иногда его могут включить в список людей с сексуальными преступлениями в прошлом. А во-вторых, показания обвиняющей стороны, как правило, принимаются без присяги, что означает, что человека нельзя обвинить в кривете, в умышленном представлении ложных данных, ложных обвинений. Если бы это был обычный криминальный суд, то человека можно было привлечь в уголовную ответственность за то, что он заведомо ложными сведениями ввел в суд заблуждение и пытался обвинить человека в том, чего тот заведомо не совершал. Или, например, пытался создать ложные обвинения, например, тем, что сам себе нанес какие-то повреждения, как будто это большая редкость. Самое, конечно, крутое, что женщины применяют этот замечательный механизм именно в момент, когда речь идет о разводе и или разделе детей и имущества. Потому что эта замечательная бумажка накладывает такие ограничения, такие проблемы приносят мужчине, что он просто не в состоянии полноценно заниматься разводным делом. И, в общем-то, все об этих явлениях знают, все, кто интересуется темой, но смотрят на это, так сказать, широко закрытыми глазами. И вот наши реформаторы, законодатели и ряд, скажем так, инициативных групп собираются, этот замечательный механизм, от которого на Западе люди стонут и стреляются, и не знают, что с ним делать, собирается его сосватать нам здесь. Давно собираются. Если бы, конечно, женщины хоть на полштыка копнули в историю использования этого замечательного механизма, они могли бы узнать, что иногда злонамеренный муж может проделывать такое с женой. И если он правильно разыграет ситуацию, то у него окажутся все козыри. Причем вся фишка в том, что именно люди с личностными отклонениями получают огромные преимущества за счет таких механизмов в законах. Это нормальным и здоровым людям, это, как правило, ни к чему. Они и не будут жить по 8 лет с людьми, которые применяют домашнее насилие. Типа. Встречаются удивительно интересные истории, как, например, какая-нибудь бабушка, которая была там на грани маразма, но еще не в маразме, берет и выселяет собственную дочь среднего возраста, может быть, даже с детьми, потому что опасается за свою жизнь. Здравомыслящих женщин, как минимум, должна была бы заинтересовать такая возможность. Хм, они могут ли это сделать и со мной тоже? Причем иногда даже не злонамеренно, а просто у человека, ну, действительно съехала крыша. Просто съехала не настолько, чтобы можно было поставить диагноз. В общем, в этом вопросе, занимаясь контрпропагандой, мы не только спасаем жизнь наших сыновей и нашей собственной жизни, Вообще-то мы спасаем жизнь многих женщин, которые по-другому не заметили бы опасности, которая им грозит. Тем и отличается жизнь в цивилизации и в развитой системе от тайной жизни в природе. Должна быть какая-то система сдержек и противовесов, и система соблюдения законно-конституционных прав. Если человека в чем-то обвиняют, во-первых, должны быть обоснования для этого, должно быть доказано, во-вторых, у него должно быть право на защиту, в-третьих, должна быть презумпция невиновности. Не потому, что мы потакаем домашнему насилию, а просто потому, что мы цивилизованные люди. Снижает ли это наши возможности по борьбе с домашним насилием? Да, но это также снижает возможность злонамеренного использования этих законов о домашнем насилии. Особенно мне нравится фраза «экономическое насилие». В колесе Дулута написано, что выдавать регулярную сумму на расходы – это экономическое насилие. Так что все мужчины, у которых дома деньги хранятся у жены, и она выдает вам на карманные расходы, вы живете в ситуации экономического насилия. Это так, чисто к справке, и вдруг вы захотите, когда появится такая возможность, воспользоваться защитным ордером. У вас будет для этого повод. А еще мне понравилась рекомендация в качестве доказательства психологического насилия вести дневник. По-моему, как раз в фильме «Гон Гелл» там была тема дневника, в нужный момент его находят, и муж с вытрученными глазами читает длительную историю домашнего насилия о себе самом, которая писалась, видимо, месяцами, если не годами. Вообще «Гон Гелл» – отличная демонстрация, как по-настоящему больной человек, а там показан человек с серьезным отклонением, как замечательно он умеет играть на этих всех нитках. И легальных со стороны правоохранительных органов, и нитках сочувствия, и поддержки со стороны родственников и близких. Для настоящего психопата все это просто подарок. Так что, если такой механизм будет принят, то все психопаты будут очень благодарны, а также и люди с пограничным расстройством. А как мы знаем, женщин с пограничным расстройством примерно в 5 раз больше, чем мужчин. Тем, кто смотрит этот канал, не нужно рассказывать, как женщины умеют использовать даже существующие законы в свою пользу. Так что, можете себе представить, что они будут делать с законами такого рода нового. Какие возможности это для них откроет, как это им развяжет руки. С женщиной и сейчас, в общем-то, опасно жить в одной квартире. Но при такой системе с ней просто будет опасно находиться в одном помещении, даже чуть-чуть, даже случайно, на работе или еще где. Хотя, может, это тоже неплохой вариант. Иногда я читаю такие предложения о законодательстве, и думаю, что, может, ну его, может, чем хуже, тем лучше. Может, нужно дать им до конца доломать эту систему. Пусть она рухнет под собой. Не знаю. Посмотрим. Всем удачи. Продолжение следует...